Сегодня нас ожидает очень интересное противостояние Хьюстона и Мэнфиса. Эти команды встречались некоторое время назад и в том матче довольно уверенную и может быть даже где-то неожиданную убедительную победу одержал Мэнфис. Команды подошли к первому матчу в оптимальных составах, в оптимальной форме и я ожидал от этого матча интересного противостояния и борьбы до последней секунды. Но уже после трех четвертей Мэнфис уверенно выиграл 30 очков и конечно последняя четверть превратилась в формальность. Что мы видим? Мы видим, что Харден и Ховард очень неуютно себя чувствуют против Мэнфиса, против кусачего Мэнфиса, против позиционной защиты Конли, Аллена, даже Пандекстера. Ховард очень плохо играет против двух больших гризли с Газоля и Рэндольфа. Тактика Мэнфиса очень простая. Либо из-под заслона выходит Конли и забивает спокойные два очка с проходом под кольцо, либо скидывает на периметр кому-то из снайперов, либо Газоль вытягивает на себя Ховарда и Рэндольф спокойно из-под кольца забивает два очка. Такая тактика работает и, наверное, нет причин думать, что она не будет работать и в этом матче. Пусть Хьюстон играет и дома, где в родных стенах он показывает весьма добротный баскетбол и практически все матчи выигрывает. Но Мэнфис, я считаю, фаворитом этого противостояния. Тем более Ховард подходит к этому матчу травмированным под вопросом Беверли. И я думаю, что Мэнфис одержит победу в этом матче, а ее лидеры, в частности Газоль и Конли, наберут свои уверенные 25 плюс очков.